Да, давненько такого не было, когда из одной студии в другую по московским пробкам буквально в последнюю минуту врываясь в студию, хватая на ходу какой-нибудь бутерброд и успевая как-то вовремя даже выйти в эфир. Ну, сегодня финальный эфир программы «Живые» из студии своего радио на Осинской. Следующий эфир программы «Живые» своего радио выйдет уже из студии на Докукино. Вот как-то мы так по Москве, по разным интересным адресам тусим, но студия почти достроена и, в общем, в принципе, осталось совсем чуточку. Сегодня не удивляйтесь, если где-нибудь после полуночи сервер наш, ну, то есть вещание некоторое время замолчит. Это ничего не значит, просто мы сервер везем из одного конца Москвы в другой для того, чтобы запустить его оттуда. Так что не пугайтесь, пожалуйста. Ну, а пока все в штатном режиме, как обычно, с 8 до 10. Программы «Живые». Сюда приходят живые люди, приезжают живые люди. Живые музыканты, с ними мы живо беседуем, но и песни о нем свои поют. Особо представлять сегодняшних гостей, в общем, не надо. Знаете вы их прекрасно и любите, я знаю точно. Ну, а традиция все же остается. Традиция звучит так. Сначала песня, потом уже базар-вокзал. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Услышал голос ангельских птиц, Сказал, что понимаю слова, Отрекся от обыденных лиц, И кругом вдруг пошла голова. И верил в то, что будет все так, Как мне шептала часто река. И вдруг внезапно стал, словно враг, И пели мне теперь о плахах. Спасибо, опустившим с небес Спасибо, опустившим с небес Спасибо, опустившим с небес На землю, на-на-на-на На землю, на-на-на И я не понимал, где я есть, Хотя всегда все знал наперед Бывало, так хотелось присесть Спокойно посмотреть на народ Но где-то громко крикнул молчи Кому-то прикасал уходить Весной не прилетели грачи А я не смог опять полюбить Спасибо опустившим с небес Спасибо опустившим с небес Спасибо опустившим с небес На землю, на-на-на-на На землю, на-на-на И мы все улетали туда Где ветер обошел свой маршрут Светило там отманишь звезда Ее приговорил высший слуг На землю, на-на-на-на На землю, на-на-на-на Спасибо, пустившим с небес Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 И потом поговорим на эту тему тоже Любимый в городе на Неве Извините за такую вот шаблонную фразу Но это правда Видел, наблюдал неоднократно на массе фестивалей И как народ встречает славу Ну, в общем, в принципе, весь коллектив Как только появится Ну, там, правда, конечно, немножко другой внешний вид Там длинный плащ Красивый Сегодня, видишь, я подбирал футбол Маечку сегодня, да Ты не сможешь остановить рок-н-ролл Это правда Ну, а что ты не в плащей сегодня Дождик привезли в Москву Смотри-ка, вот вы и привезли дождик в Москву Мы и привезли, потому что уезжали, да С утра дождик у нас провожал в Питере И приехали с дождиком Да, приехали Хотя рассчитывали, конечно, немножко на другой прием В плане погоды Не в плане, конечно, атмосферы А сейчас как-то я напрягся При фразе на другой прием Ну, я вовремя уточнил Спасибо тебе большое Итак, Ангел Небес здесь сегодня Еще раз напомню, финальный эфир из студии Насосинской Это ничего не значит Просто мы отсюда перебираемся в другое место Дальше будем вещать с Докукина Докукина звучит как-то жестче, чем Сосинская Поначалу, как только мы сюда заехали И объясняли людям, как приезжать Какой у вас адрес Сосинская Народ почему-то думал Хо-хо-хо-хо Пошли-ки Ну, был такой-то и Сосинский Я в свое время несколько лет Владелец кораблей, пароходов, фабрик Богатый человек, между прочим Да, в свое время несколько лет Жил, и, кстати, такая история Одни сегодня тоже поговорим В городе Новомосковске, Тульской области Там, собственно, и образовался коллектив Уже под названием «Ангел небес» И я там жил на улице Кукунина Поэтому то, что... В общем, для тебя это нормально Да, абсолютно нормально Тот адрес, куда вы переезжаете, вполне Прости, а кто такой Кукунин? А вот к своему стыду Я до сих пор не узнал Понятно Я про Сосинского справки наводил Но чтобы было понятно, стыдно нам здесь или не стыдно Нет, нам здесь хорошо было Все это время Ну, как всегда говорят Новое место, оно, в общем, всегда человека красит, да? Не так говорят Нет, не человек, не место красит человека Человек красит место Как называлась первая песня, которую спели сегодня? Первая песня называлась «Спасибо опустившим небес» Почему мы решили с нее начать? Потому что эта программа сегодняшняя, несмотря на то, что нам выпала Такая честь завершать, как я сказал, уже целый исторический этап на своем радио Несмотря на это, наша сегодняшняя программа входит в наш юбилейный тур под названием «10 лет на крыле» И сегодня также составлена и, уж простите меня за эту автологию, и программа наша, которую мы представим И вот песня «Спасибо опустившим небес» Это песня, которую в далеком 2006 году я принес на репетицию с тремя тульскими музыкантами, ребятами С которыми мы решили собрать группу Вот это была первая песня, которую я им исполнил под гитару После чего они сказали «Слава, давай, будем работать, будем пробовать» По сути, история группы «Ангел небес» началась именно с этой композиции Поэтому так вот и хотели начать с нами тоже сегодня Спасибо тебе большое Ты решился... Слушайте, а ведь действительно удивительная получается история Мало того, что коллектив приехал из Питера и привез нам дождик Традиция для Санкт-Петербурга Выезжать, как говорят, со старого места куда-либо под дождик Это добрая традиция Когда человек отправляется в путешествие И как раз перед тем, как он вышел, дождь пошел Говорят, это хорошо, это приятно Это добрая традиция, тебя провожает город слезами То есть мы отсюда будем съезжать под дождик Получается, нас товарищ Сосинский провожает... Да, мне отец всегда говорил, что дождик на удачу Мы когда садились в машину, ехали на Украину всегда к бабушке И вот мы отъезжали, если дождик капает, там все, дорога будет удачная А если дождик не капал, то дедушка становился со шлангом из-за забора Чтобы все думали, что идет дождик Ну, как-то надо было соблюдать добрую традицию Так вот, мне кажется, что это уже символично и более того И ты сегодня программу свою подготовил таким образом, что некий экскурс в историю группы Я бы хотел поговорить об истории, если, конечно, не проходит будете Конечно, Слав, ну, конечно, это всегда интересно И сразу, может быть, я тебе вручу такой вот, если можно Давай Календарь, я над ним работал несколько месяцев Это было несколько месяцев действительно бессонных ночей Называется «10 лет на крыле» Если ее пролистать, то тут целая история Давай покажем, попытаемся в картину какое-то дело Это календарь А, на 16-й, смотри-ка Да-да-да Еще пока действующий И тут, значит, целый, практически такой справочник А вот если ты откроешь, ну, открой январь Ты поймешь, да, в январе каждого года что происходило Какое самое важное событие Ну, конечно, день рождения Славы Никонорова Да, это правильно А ты открой сейчас ноябрь месяц, если нам позволяет время Время-то нам позволяет, мы можем меньше петь больше И что у нас-то в ноябре? Ах, в ноябре ваш эфир, так понимаю, еще на нашем радио, так понимаю Да-да-да, мы там с дорогим нам фотографиям С Семеном Чайкой Да ладно, дорогим, что там, господи, делов-то 28 ноября Так что это, по сути, такой календарь-справочник Практически календарь книга-история Круто-круто За 10 лет Ну, я потом буду изучать С огромным удовольствием, да Спасибо большое Мы это повесим в новой студии прямо вот сразу где-нибудь, да? Найдем же На, посмотри, пожалуйста, подержи в руках Я тебе доверю календарь Человек работал А как ты работал, что ты имеешь в виду, что ты работал? Ты сам все это дело компилировал, все эти фотографии? Да, ну, стоит отметить, что заслуга моя Она, в принципе, делится пополам Заслугой прекрасного дизайнера Светланы Мусиной Которая все вот это я-то составлял, писал Ночами вспоминал все эти события, поднимал архивы Она уже это вот красиво оформляла и вот в такой добротный вид привела На самом деле календарь всем нравится И дай бог пользуется большим спросом Я пока не изучал внимательно, но симпатичный Сергей Александрович Кукунин 1898-12 июля 43-го года Советский военнослужащий Участник Гражданской и Великой Отечественных войн Герой Советского Союза В 44-м году, к сожалению, посмертно Гвардии Красноармеец РККА Подожди, Красная Армия Р, что это значит? Революционная, я уже забыл Революционная, именно она, Красная Армия, которая Еще она тогда так называлась Так это вот Иван Петров, сводочку тебе, чтобы ты знал Поправляют кто-то, возможно, да, правильнее Рабочая крестьянская Рабочая крестьянская Красная Армия, да, точно Эх, все-таки история стирается в сознании Действительно память подводит Надо петь, что это будет? Да, давайте тогда по истории пройдемся Я уже рассказал, что в январе 2006 года Принес я песню «Спасибо опустившимся небес» И вот так все закрутилось И три месяца Январь, февраль, март Мы активно репетировали Но не могли придумать группе названия Не могли придумать группе названия И потом нас внезапно пригласили выступить На какой-то там, значит, рок-фестиваль Ну, это тогда было еще по связям Нас же никто не знал У нас учился один парнишка В Политехническом Тульском институте И там в шестом корпусе, значит, Политеха Проводился какой-то рок-фестивальчик Для достаточно таких неизвестных Но, тем не менее, уже, так сказать, групп Которые хотят что-то о себе заявить Мы, конечно же, вписались в эту тему Это было наше первое выступление Но нужно было срочно придумать название И так как у нас практически сутки на это дело были Я предложил несколько названий А играли мы в основном песни не такого плана С которой мы начали Хотя и было у меня в то время уже много серьезных лирических песен Но играли мы больше такие задорные, веселенькие песни Поэтому названием долго не думали В моем списке названий Значилось такое слово, как трактир С твердым знаком на конце Все поддержали, сказали Мы же играем такие веселые песни, почему бы нет Давай трактиром и назовемся То есть это шансон коллектив был Рок-шансон назвали тульские журналисты В свое время все это делали Ну, трактиром к чем можно назвать-то еще? И, значит, с марта по июнь 2006 Это была группа Трактир Играли мы веселые песни И одну из которых мы как раз Вот сейчас будет песня группы Трактир Конечно А, то есть сегодня кавер-группа у нас Кавер-коллектив «Ангел небес», который играет песни разных коллективов разных времен Ну, песни Трактира не забыты И в группе «Ангел небес» Поэтому сейчас сыграем песню, которая действительно была создана, так сказать, трактиром А потом она неоднократно исполнялась Слышишь, как вы звучите в этот микрофон, да? Чего ты к нему ушел? Вот говори себе Да, песня, которая была создана трактиром Но потом уже обрела новую жизнь в группе «Ангел небес» До сих пор она нравится нашим поклонникам Они ее просят всегда сыграть Мы ее с удовольствием играем на концертах Называется она «Мне приснилось» Либо, наверное, да, второе название Как всегда живой А может, наверное, нет Программа «Живые» Здесь сегодня «Ангел небес» Поехали Мне приснилось, я лечу С восьмого этажа Может, это я не сплю Наверно, да Ту-ту-туру-ту-туру Наверно, да Ту-ту-туру-ту-туру Я хотел бы облететь Весь белый свет Неужели я во сне? Наверно, нет Ту-ту-ту-туру-ту-ту-ру Наверно, нет Ту-ту-туру-ту-ту-ру Все проблемы на земле Сплошная ерунда Видно, что там проблема И я Наверно, да Ту-ту-туру-ту-ту-ту-ру Наверно, да Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ру Для кого-то я пою Полнейший бринт Может, и я плохой поэт? Наверно, нет. Наверно, нет. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру. Стоим! Нет похмелья у реки, Но есть вода. Но коли выпил я вчера… Та, 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 да! Наверно, да. До земли я долетел, оставил след, А может, я ещё живой, наверное, наверное, Наверно нет. 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 Играет музыка У которого цвет другой и надпись Совершенно другая Как так получается? Почему-то не вливаемся Вот особый случай, Семен Сегодня я долго выбирал И решил, что я должен сегодня выступать В майке С надписью, да? У которой есть перспективы Не сможешь остановить рок-н-ролл, потому что я желаю Своему радио искренне От всего сердца продолжения Всей этой Всей этой, я бы сказал, даже империи Которую вы создали Я считаю, это рок-н-ролльная империя А что мне объясняться? Я считаю, что в стране ничего подобного Сегодня нет Вот где крутят настоящую Рок-н-ролльную музыку Поэтому я с большим уважением Отношусь И, по-моему, никогда этого не скрывал Нет, а я вот не об этом И сколько рок-н-ролльных Именно рок-н-ролльных Это же тоже, об этом можно долго говорить и философствовать Сколько рок-н-ролльных коллективов можно услышать Здесь на своем радио В отличие от Много Но не будем Много Нет, ну почему же Вот тут, например, Дмитрий Куфтун Вопрос к тебе ставит Привет из Новомосковска Привет, Дима От Дмитрия Многим отечественным музыкантам Не нравится словосочетание русский рок А что для вас оно значит? И как к нему относитесь? Для меня Здесь, собственно, ничего сверхъестественного не существует Для меня русский рок Это, в первую очередь, слово В первую очередь, группа «Ангел небес» Естественно Нет, да? Отчасти Отчасти Это слово Вот, но если Зародилось это когда-то, да, там В конце 70-х годов Как действительно Поэзия, слово, философия, идеология А музыка где-то была там Ну если не на 10-м, то на втором плане То сегодня это все приобретает вполне логический характер Что музыка тоже должна дополнять все это дело Но есть и другая сторона медали После того, как в середине 90-х мы, значит, спокойно стали смотреть на Европу, на Америку Научились все играть очень круто А про слово почему-то забыли Поэтому я вырос на русском роке Я считаю для себя очень многих авторов своими учителями Вот, и мне очень, так сказать Во-первых, и по нраву Во-вторых, я очень горжусь тем, что я продолжаю эту традицию Традицию, вот И традицию какой-то идеологии, какой-то философии А то, что музыканты сегодня играют, может быть, лучше Чем тогда инструменты у них получше Я не вижу в этом ничего плохого Да, другое дело, что должна быть абсолютно правильная и логическая гармония А во многих группах сегодня я лично вижу, как они круто рубят и играют По-моему, все сегодня уже научились играть и накупили себе невероятно крутых инструментов А про слово-то забыли Да, нет, ну, слово словом Что касается группы «Англубевест», со словом всегда все было в полном порядке Я просто хочу тебя немножко огорчить Ты со своим коллективом никак не вписываешься в историю русского рока Просто потому, что русский рок — это всего 35-40 коллективов, которые ратируются на радиостанции под названием «Наша радио» Ну, так их назвали в свое время Так их назвали Вот эту группу музыкантов так назвали И все остальные, кто бы играл даже круче, они все равно не вписываются в когорты русского рока Потому что аудитория нашего радио становится на дыбы и кричит «Шо на нему, мы сунами, у меня, у меня, у меня, у меня, вот русский рок, а это не я» Понимаешь? Вот когда это становится вот таким вот разменным моментом, меня это всегда пугает Но с годами я вижу, что все больше людей начинают понимать, где настоящий рок, что такое настоящий рок И где настоящая музыка абсолютно поддерживает Когда мы спорили о роке не с тобой, конечно, а со многими людьми, танкистами, которых я обозвал в свое время Таких упертых даунов, которые считают, что вот это вот ДДТ – это рок, а все остальное фуфло, например Я очень люблю ДДТ Только группа кино к року не имеет никакого отношения Танцевальный коллектив, который изначально был дискотичным Ну и так далее Много всяких вариаций Так вот, как-то мы там разговаривали на эту тему и спорили на предмет того, что вообще такое музыка Что такое музыка, что такое звукоизвлечение И когда мне говорили, что рок – это когда гитары Вы сходили на концерт группы «На-на» Там такие гитары, я тебе скажу Там такой рев стоит, вот реально Да, конечно Это что, рок, что ли? Мне говорят, нет, ну это не то Ну хорошо, там вот, где, знаешь, барабаны классные У Стаса Михайлова офигенный барабанщик Офигительный Это рок? Нет, не рок Вот этот личный спор о том, что оно рок, что оно не рок У Ваенги гитарист выдает на акустические гитары такие соляки электрические, я тебе скажу Это гений просто Ты никогда не видел, нет? Да, видел, конечно Рекомендую Это гений Как это роком не назвать? Это же частейший рок Человек берет акустическую гитару и фигячит на ней Понимаешь? Понимаешь, Семен? Ау В моем случае все-таки Не выиграйте рок В моей голове и в моей философии рок – это не только музыкальное сопровождение, не только музыка, но еще и образ жизни А что такое образ жизни рокера? Образ жизни – это свобода Вот свобода, вот я считаю, что мы играем абсолютно, вот как бы там, пусть нас сейчас слушают и пусть кто-то, мои слова, может быть, начнутся какие-то высокие Но тем не менее, я считаю, что группа «Ангел небес» играет действительно рок-музыку, потому что мы свободны во всем Вот просто свободны в том, что мы делаем У нас нет продюсера, никогда его не было У нас никогда не было директора группы Мы играем, вот у меня поет душа У ребят играет душа Мы приходим на репетицию и делаем все в свое удовольствие Мы никогда не писали специально какие-то песни Хотя были случаи, когда и просили Вот, мы никогда ни под кого не подстраивались Все наше творчество – это просто, по сути, я называю это крик души Это то мои переживания, какие-то мои терзания, где-то мое веселье Вот, и я очень рад, что со мной рядом оказались люди, которым это близко Они также все это переживают Мы об этом действительно не раз разговаривали Многие песни, они параллельно отображаются и в их жизни И поэтому, конечно, я благодарю Господа за то, что у меня всегда со мной рядом были музыканты, которым было близко то, что я пишу и что я делаю Давай дальше петь, что это будет? Да Ты же по истории пошел По истории Следующий этап Следующая песня, вот без нее, вот сейчас мы как раз поговорили Для тех, кто знаком с творчеством «Ангел небес» с истоков А так скажем, не с песней «Патрона», а именно с истоков Без следующей композиции, наверное, вообще трудно и представить историю группы «Ангел небес» У нас есть две песни про девочку Настю, они были безумно популярны С номером телефона Да Вот тут человек и спрашивает, вот этот номер телефона, он реальный, действительно? Сейчас дойду, да, я расскажу историю Значит, эти песни были безумно популярны, когда группа еще, значит, это был Тульско-Новомосковский период группы Вот когда мы переехали в Питер, в принципе, они свою актуальность не потеряли тоже То есть это песня «Настя-1» и «Настя-2» То есть такие вот две части у нас с продолжениями И знаешь, за эти 10 лет много было историй Столько Настей и не очень Абсолютно реальных Настей-то, да, не без этого, но дело больше в другом Вот играем мы какой-нибудь концерт Подходят ко мне две девочки за автографом после концерта Вот мы приехали там, значит, из Мурманска, добирались больше суток Только ради того, чтобы услышать песню «Настя-2» А вы спели сегодня песню «Настя-1» И так вот, ай-яй-яй Следующий концерт, через несколько месяцев было Играем мы, я в трек-лист, включаю песню «Настя-2» Подходит девочка, чуть ли не в слезах, говорит, я ехала только ради песни «Настя-1» И мы к нашему 10-летнему юбилею решили сделать такой ремикс И сейчас будет, про номер телефона тогда отвечу Я, честно говоря, давно не знаю В свое время в Туле, но это было 8 лет назад, он работал, гудки шли А кто это, ты знаешь? Конечно, нет, написано про реальную девочку «Настя-2» Но просто только песня появилась Она мне сказала сразу, что она номер сменила Ну зачем ты карту оставила? Семь карту оставила для истории Но гудки мне рассказывали все равно Как должна она была тебе насолить, дружище? Сейчас можно попробовать, кстати Как должна она была тебе насолить, чтобы ты песню про нее с реальным номером телефона спел? У меня остались только светлые чувства к этому человеку Я думаю, у тебя тоже должны были остаться только светлые чувства к человеку А вот у нее... Ну ладно, давайте... Так что, в общем, вернувшись к нашему разговору, к нашим баранам, так сказать Премьера для своего радио «Настя-12» Спасибо большое Неожиданный ход «Ангел небес» здесь сегодня Поехали Настя, согрей с утра Ты меня Голова в постели Кстати, я был в пират Там, где столовые свистели В никуда В никуда На север В никуда В никуда Все, что так долго мы хотели Все, что так долго мы хотели В никуда Ушло из наших рук Загорелись глаза Появилась любовь Как-то вдруг невдомет Как-то снова и вновь И собрались все мы В один строй отряд Чтоб построить в тумане Цветной русский сад Только что-то не то Только как-то не так И в твоей голове Суетливый бардак Я стараюсь цепляться За каждый кусок Набираю твой номер Ты ждешь мой звонок Настя, согрей с утра Ты меня Голова в постели Видишь И аж под у нас Вот так Летят мои недели В никуда В никуда На север В никуда В никуда Ушло из наших рук И раздетая вся Вспоминаешь меня Вроде все хорошо Только все ерунга Ты себя приклад На другой потолок И в другом окружении Ты ждешь мой звонок 920-275-07-38 920-27-35-07-38 07-38 07 Снова слышу прощай Снова слышу пока Ты осталась со мной Только так далека И придешь ты на ноль Любовный урок Наберу я твой номер Ты ждешь мой звонок 920-275-07-38 920-275-07-38 920-275-07-38 920-275-07-38 07-38 07-38 07-38 07-38 07-38 07-38 07-38 07-38-3 07-38 07-38 В никуда, в никуда на юг Все, что так долго мы хотели В никуда ушло из наших рук Все, что так долго мы хотели Слышишь, вновь вся в никуда Ушло из наших рук Ушло из наших рук Ушло из наших рук Ушло из наших рук АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А есть смысл? Смысла особого я не вижу Я считаю Да, не вижу я смысла Я в общем к Дюбе Не очень хорошо, если честно отношусь Ну вот, хорошо ты выкрутил Вот, но желаю ему здоровья Чисто по-человечески Да И всего наилучшего Тут не так давно был коллектив В котором пришел профессиональный футболист Молодой человек, который играет сейчас В какой-то второй лиге Ну он юноша совсем Он там идет уже по нарастающей Вроде бы как школа ЦСКА И я ему прямой вопрос задал Что происходит в нашем футболе? Вот ты как человек Который в этом всем вертишься, варишься Почему иностранных футболистов Покупают крутых Они приезжают сюда И становятся деревьями Такими же как все остальные на поле Потому что очень просто Они приезжают туда Где нет особых требований И само собой Естественно Они превращаются в то самое дерево Которое Он футболист мне говорит об этом В то самое дерево Которое бегает по полю обычно На российских полянах И когда я ему спросил У него спросил Какая перспектива у российского футбола Ну с таким подходом никакой Но я уже влез в это все Теперь играю Поэтому нет в России футбола У нас есть бабки вокруг футбола Нет футбола Поэтому как можно относиться к зюбе И чтобы закончить наверное тему Давай закончим Давайте еще пару слов А то буду потом ходить Что я этого не сказал Действительно я даже не знаю Может быть там Отношение к зюбе Это что-то потустороннее Никогда об этом не думал Но относиться к менеджменту зенита После покупки зюбы Я нормально не могу При живом и прекрасном Александре Киржакове Которого я прекрасно Которого я очень хорошо уважаю И люблю как футболиста И будет бить Да И вот знаете После этого Покупать зюбу На место Киржакова В общем Ну вот Вы мои мысли сами Ну да Там доработаете Ну и правильно Я думаю всем понятно Андрей Куропаткин Пишет вот что Был на концерте Никону 35 в «Авроре» Впервые на «АНБ» сходил Это было шикарно Душевно Драйвово Хорошо сделанные номера Записи не передают Всего куража группы Пойду еще раз Когда концертик Расскажи пожалуйста И где Ближайший Да Ну сразу хочется сказать Что завтра у нас концерты в Саранске И в честь нашего десятилетия Я так понимаю Саранские организаторы Сделали даже бесплатный вход Вот так То есть по сути Да Саранск Вокруг него столько городов Куда нас просят приехать Но мы пока Не можем Не буду лукавить И договориться там с организаторами Это там рядом И Самара И Итальятия И Пенза И Саратов Вот Поэтому ребята Если завтра у вас свободный день Вам не так так уж трудно доехать до Саранска Приезжайте А вход там бесплатный То есть сэкономите на покупке билета А мы отыграем Очень Из Владивостока Ну в принципе что там приехать С Владивостока Вообще там прилететь Действительно Действительно Сколько там 4 часа 4 часа и ты в Саранске На бесплатном концерте группы Ангел небес Заходишь и билет то бесплатный Господи Какое счастье Я сэкономил Я сэкономил Но что касается экономии Я хочу Я тебе хочу одну вещь сказать Мы сейчас когда готовились к переезду Это никак не касается естественно Разговора о группе Но просто вот что касаемо экономии Мы переезжаем И само собой Тут есть нюанс важный Пока до сих пор Все это время Со старта радиостанции Видеотрансляцию Для нас делала планета Ну сейчас так сошли звезды Уж не знаю Именно к переезду это все случилось Что дальше мы не можем Сотрудничать с планетой По разным причинам Хотя наше уважительное И нежное отношение К этому чудному совершенно порталу Остается И мы само собой Вынуждены были Покупать свой собственный Сервер видео Сейчас отвлекаюсь Сервер и камеры И так далее Так вот когда Есть человечек Который занимается Таким железом Компьютерным Вот тот сервер Который мы наконец купили Ну в тот момент Когда я уже взял его в руки И понял что он у нас есть Он готов работать Он нам обошелся бы По рыночным ценам В 150 тысяч В итоге мы за него Заплатили 95 Экономия Посмотри какие деньги Все потому что Есть человек Который может нам это дело Продать по закупочным ценам Камеры которые были нужны На рынке они стоят По 27 тысяч Нам не достались По 22 Казалось бы мелочи Но их 4 4 на сколько там На 5 20 тысяч Казалось бы ерунда Но из Владивостока я полетел Вот ты понимаешь Чтобы сэкономить эти деньги Просто хотя бы уже потому Что эти 20 тысяч Можно вложить во что-то другое Что опять же будет полезно Мы там закупили новых стоек Теперь стоек у нас стало больше Вот у вас клавишник Требует только одну стоечку А часто бывает Когда клавишникам нужны Двух рядные стоек К сожалению он кроме стойки Требует в последнее время Еще клавиши себе новые Нет брат Даже несмотря на то Что ты с Вантесом Клавиш мы в студию Покупать не будем Потому что их вариативность Настолько огромна Что всех на свете Не перекупишь Не перелюбишь Мы чуть немножко Правда отстаем по времени Давай попоем еще Попоем обязательно Тем более мы подошли К моменту Когда группа Вот уже все Переезжает из Тулы В Санкт-Петербург И первая песня Это было жуткое На самом деле Время Ну как жуткое Я верил в то Что все получится Но было тяжело Потому что я в принципе С одной гитарой Ну может каких-то Пару носков В общем и уехал Так в Петербург Жил на холодном Чердачке Там у папиного друга Зима была Помню лютая 2008-2009 Ну собственно Сейчас не об этом Настроение было Тоже такое Подавленное Как-то еще не мог я Собрать мысли в голову Правильно ли я поступил И я опоздал еще на метро Помню Это была такая жуткая Холодная морозная ночь Денег у меня не было Чтобы на такси доехать Я шел в Петербурге Мимо летнего сада Зимой Да Это был день 3 или 4 После того как я приехал из Тула Такое издевательство Зимой Мимо летнего сада И писал первую Настоящую Абсолютную Питерскую Свою песню Как называется эта песня? Летний сад Ах ты Как всегда живой звук В программе живые Здесь сегодня ангел небес Поехали ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Разреши мне плакать тише Разреши ночами спать Разреши покинуть боли Разреши тебя обнять Разреши увидеть небо Лишь прекрасной синей век Разреши к себе вернуться В разноцветный век ко мне Но я опять иду По летнему саду, по синему льду Но и я опять иду По летнему саду, по синему льду Иду я на свою беду Я на твою беду совсем один иду Иду я на свою беду Я на твою беду совсем один иду Разреши мне встать на место Разреши опять не пить Разреши с утра пораньше Как обычно разбудить Разреши расстаться с мыслью Что тебя мне не вернуть Разреши себе продолжить Со мной этот странный путь Но и я опять иду По летнему саду, по синему льду Но и я опять иду По летнему саду, по синему льду Иду я на свою беду Я на твою беду совсем один иду Иду я на свою беду Я на твою беду совсем один иду Но и я опять иду По летнему саду, по синему льду Но и я опять иду По летнему саду, по синему льду Иду я на свою беду Я на твою беду совсем один иду Иду я на свою беду Я на твою беду совсем один иду Иду я на свою беду Я на свою беду совсем один иду ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну сегодня совсем необычный эфир Сегодня вот за все это время Уже без десяти на часах И мы только четыре песни спели Но столько разговоров Все потому, что сегодня финальный Финальный эфир программы Живые студии на улице Сосинской Как бы сейчас Я сейчас заговорил, интересно У своего радио теперь две студии Одна, сегодня две Одна на улице Сосинской И другая на улице Я думаю, что эфир переходный Да, Кукина Микрофончик Эфир переходный, я думаю Как определение такое? Лучше, чем финальный? Почему финальный здесь? Я вообще не понимаю всех этих Крайний альбом Когда человек понимает Семантику слова Он начинает сомневаться Вот что такое крайний? Это значит стоящий на краю Все, хана По-русски, если говорить по-русски Когда я говорю, например Такую вещь, вы придете? Я говорю, наверное, приду Это означает, что я наверняка приду А в русском языке Почему сейчас? Наверное, это непонятно Приду, не приду Крайний, значит, все, хана Этому дальше больше нет ничего Потому что он стоит на краю Семантика слова такова Последний Это последующий И когда говорят Я не люблю слово последний Я люблю слово крайний Конечно Ну и всегда можно посмотреть С другой стороны Ты представляешь, что он стоит на краю А сколько у него еще всего вокруг? Он же может сделать шаг туда-вперед А может вернуться назад Ну тогда пусть он будет последним Пусть будет последующим Так, чтобы все было по очереди Хорошо Вот это придумывают себе какие-то Так, помню «Ангел небес» еще с их концертами в Орле Еще тогда тульской командой Хочу сказать, подъем очень чувствуется Респект и уважуха Сергея Цуканов Ну то есть выросли вы в своем... Спасибо, Сережа Мы в Орел очень часто ездили, да В период тульский Но вот, к сожалению, мы никак не можем попасть В Орел с концертом уже вот Из Петербурга Но обещаем, что будем над этим работать Хорошо Надеюсь, в Орле тебя услышали Значит, привет из Киреевска НБ лучший Вопрос лидеру группы Вячеслав, вы планируете новые роли в кино? Ну-ка-ту-ка-ту-ка-ту-ка Расскажи-ка Да нет, я сейчас, ну, конечно Я давно не снимаюсь По уши нет Занят юбилейными нашими концертами Да и те роли, не сказать, что я планировал Ну, был такой... Он и есть, слава богу Хороший, хороший питерский молодой режиссер Дай бог ему здоровья И новых идей и воплощений Сережа Соколинский Он мне предложил сняться сначала в одном фильме Потом в другом Я вообще привык, наверное, не отказываться в жизни от чего-то Если я чувствую, что могу чему-то научиться что-то почерпать в этом То есть даже если ты не понимаешь в этом ничего Но поучиться на месте прям на... Ну, я надеялся, что я в этом что-то понимаю Но когда посмотрел фильм, я понял, что мне, конечно, еще тоже учиться и учиться Вот, если будут предложения Я обязательно их почитаю, рассмотрю, что-то отвечу Вот, хорошо Ну, то есть, в принципе, ты на этом точку не поставил Ни в коем случае Вообще у меня мечта, конечно, сыграть Еще лучшая роль моя точно не сыграна Я думаю, Князь Мышкин твоя лучшая роль Ну, я об этом вот очень часто и много думал И ночами, и днями Вот видишь, как я говорил Ну, понимаешь... Ты Мышкин чистейший Ну, последняя игра Мирона у меня настолько впечатлила, что не знаю Не смотри на других Не смотри Если... Вот, я тебе как режиссер театральный говорю Если смотреть на спектакли гениальных режиссеров по миру, то лучше из театра уйти сразу Что я и сделал И ушел на радио 20 с лишним лет назад Понимая, что для того, чтобы достичь этого уровня Еще работать и работать На радио все проще Сел, языком бляпаешь И получаешь от этого Шучу, конечно Но, тем не менее, если ты циклишься на том, как кто-то это сыграл Не-не, я не циклюсь Но я уважаю этого актера Хотел просто его упомянуть Кто ж Миронова Конечно, все мы уважаем Миронова Так, значит Всем доброго вечера Или для кого-то ночи Ваши весенние туры стали неотъемлемым проявлением в больших городах Вопрос ко всем участникам группы Нет, это не оттуда А что это? Это старое сообщение какое-то было Это вчерашнее было сообщение Хакеры какие-то Ну, нормально Юля мне кидает в личку разные... Это я ошибся Я же не говорю, что ты виноват Кидает сообщение, которое я пропустил в ленте Я сейчас наткнулся на сообщение Вчерашнего вечера с Луной Да Ну, хотя мог бы и вам отнести тоже Никто бы не догадался, Валерий Васильевич Наши весенние туры тоже стали традицией Да, да, кстати Во многих городах Из больших Вот, Анна Кортига пишет Как вы относитесь к тому, что в этом году Карелия лишилась Двух крупнейших музыкальных фестивалей Таких, как «Воздух» и «Берег» Как прошло недавнее выступление в Петрозаводске Чем запомнился концерт и публика Я буквально одну фразу от себя скажу Потом отдам тебе слово на минутку Потому что петь уже пора Что касается фестиваля «Воздух», я считаю, что это рейдерский захват При всем моем добром отношении к коллегам с радиостанции «Наши радио» Я там давал интервью в Карелии То, что произошло с фестивалем «Воздух», это абсолютно беспредел, я считаю И так поступать с теми людьми, которые на равных и на документальной основе сотрудничали с фестивалем с радиостанцией Было просто нельзя Это категорически было нельзя делать Но все-таки большой холдинг, федеральный чиновник и так далее Там масса всяких разных вариаций Победила бабло Теперь твое слово, товарищ Майзер Два карельских крупных фестиваля «Воздух и берег» Вот, очень отношусь, конечно, я печально к этой истории Надеюсь, что в следующем году все наладится Мы все на это надеемся, но всякий раз Знаешь как, хочешь сделать хорошо, сделай сам Я это правильно понимаю и абсолютно, что называется, конкретно И поэтому стараюсь сделать сам Вот будет фестиваль какой-нибудь, соорудим мы Вот это будет хорошо Надо, конечно, побыстрее давай Ну и тех людей я тоже знаю Нам бы переехать Организаторов и «Воздуха и берега» Прекрасные ребята, они тоже, я думаю, действуют такому правилу, что сделай сам Будем считать, что у них просто какой-нибудь перерывчик, чтобы зарядиться новой энергией, новыми силами И в следующем году уже бабахнуть, так бабахнуть Ну да, давай споем под конец этого часа А вот подходит к концу первый час программы «Живые» Останется только один час в этой студии для программы «Живые» Мы закроем этот час, потом уйдем на небольшую паузу Вы послушаете «Шибанути» со Шибановым и блок анонсов концертов, фестивалей В том числе, которые мы поддерживаем, между прочим Ну и анонс в радиостанции, имею в виду программ А что будет за песня? А потом вернемся в студию еще на целый час Ну и есть какая-то логика, что мы сейчас делаем перерыв, потому что мы сейчас переходим к песне Которая характеризует и, я бы сказал, олицетворяет наш первый студийный и уже такой профессиональный альбом До этого было два любительских альбома в Туле Но вот первый профессиональный номерной мы записали в Петербурге в 2010 году Назывался он «Идиот рока» часть первая И песню, которую мы сейчас сыграем, во-первых, она там заглавная песня, с нее начинается альбом Ну и знаю, что у многих она, наверное, даже самая-самая любимая Как всегда, живой звук в программе «Живые» и здесь сегодня «Ангел небес» Поехали! Когда проснулся А точнее, не заснул Услышал стон, как гробовое пение В твои глаза я сразу заглянул В них как-то странно спряталось затмение И белый берк во сне мне рассказал Как черный ангел плакал у порога Я с каждым днем все больше согрешал Но с каждым часом больше верил в Бога Субтитры сделал DimaTorzok Я не встретился вечером с девочкой Я не лег спать трезвым в постели Я не сделал тысячу дел в день Надоела вся конетель Мама, извини, но я уйду Опять куда-нибудь, куда-нибудь Извини, но я уйду Опять куда-нибудь, куда-нибудь Извини, но я уйду Мама, извини, но я уйду Мама, извини, но я уйду Опять куда-нибудь, куда-нибудь Извини, но я уйду Стоит ли убегать сломя голову Когда можно спокойно уйти Я давно уж без всякого повода Разбиваю свои фонари Добираю остолки для радости Разноцветной небесной мечты Мы с тобой не обнялись Мы с тобой не обнялись Нам надо ли Просто вдруг развели все мозги Мама, извини, но я уйду Опять куда-нибудь, куда-нибудь 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 Куда-нибудь, но я уйду ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, второй час программы «Живые» на своем радио. Сегодня здесь «Ангел небес». Это финальный час в этой студии программы «Живые». Скоро мы начнем вещание из другой студии на улице Докукино. Так что ждите, следите, пожалуйста, за рекламой. Будем оповещать вас обо всех наших перипетиях и о том, как, собственно, продвигаются у нас дела. Мы отчитываемся по всем сделанным работам, по всем финансам. Ну, то есть мы открыты для общения, открыты абсолютно перед всеми, потому что считаем, что деньги деньгами, а честность, искренность, открытый подход – это самое главное, что может быть между людьми, особенно если мы говорим о людях творческих. И заметь, такая же открытая группа сегодня пришла на финальный, как ты выражаешься. Сегодня очень, очень открытая группа, и это очень важно. Давай начнем сейчас с песни, просто потому что пауза была долгой, надо бы что-то спеть. Да, 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 мы добрались до 2011 года постепенненько. Тогда мы выпустили такой юбилейный альбом, тогда было, сейчас мы празднуем 10 лет, а тогда было 5 лет. Мы выпустили такой пятилетний альбом с веселыми песенками. Нас стали упрекать, многие, особенно тульские поклонники, что вот переехали в Питер и играете какие-то вот, значит, депрессивные стали песни играть, а где же веселые? И вот мы этим пятилетним альбом, в принципе, дали понять, что и веселья у нас в меру, но хватает. Вот, как всегда, живой звук в программе «Живые», здесь сегодня «Ангел небес». Погнали. Все уехали на море, я один остался летом в Петербурге. Все уехали на море, я один остался летом в Петербурге. Все уехали на море, я один остался летом в Петербурге. Все уехали на море, я один остался летом в Петербурге. Нет начальника с работы и работать нет охоты, нету Феликса Бармена, не с кем выпить, вот проблема. Нет Сурканова и Светланы, Шевчука и Харатьяна, нету в театре постановок, на дорогах нету пробок. Все уехали на море, я один остался летом в Петербурге. Все уехали на море, я один остался летом в Петербурге. Нет полиции в погонах, нету пыдла на районах, нету дворника с лопатой и боярского со шляпой. Нету шнурова Сережи, нет соседа с наглой рожей, нет голов от Киржакова, нету Сташи Анюкова. Все уехали на море, я один остался летом в Петербурге. Все уехали на море, я один остался летом в Петербурге. Нету грустных коммунистов, демократов, либералов и бомжей со всех вокзалов. Все уехали на море, уехали на море, уехали. Нет судентов, нет гурстантов, нету лайкеров и панков, нет строителей на грани, в проститутах нету в бане, нет на радио диджеев, наркоманов нет, нет геев, нету Вали Матриенко и Володи президента. Все уехали на море, я один остался летом в Петербурге. Все уехали на море, я один остался летом в Петербурге. Все уехали на море, я один остался летом в Петербурге. Все уехали на море, я один остался летом в Петербурге. Говорят, что этим летом на югах не побывали лишь придурки. Все уехали на море, только мы в Москву к Семену с Петербурга. Неожиданная версия, спасибо большое. Спасибо. Вот человек написал, кстати, очень верное наблюдение, просто потому что часто бывает, когда люди песни слушают и не идентифицируют с группой. Максим Гребенчков пишет, целый час слушал, думал, ну что-то очень знакомое, что-то же знакомое, где-то что-то я слышал, ну вот наконец песня-то знакомая, действительно хитяра, так бывает, реально так бывает. Я тут парочку сообщений сейчас зачитаю с СМС-портала, кстати, 4647, короткий его номер. Сначала свои, пробел, дальше ваше сообщение. Слушаем ангелов уже больше пяти лет. Невероятная энергетика. На мире против наркотиков нам дали рока. И тогда и понеслось. В итоге их музыка так в душу и вошла. Вот что теперь многое с ними связано. Ангелы, можно сказать, нас поженили. Саша и Аня, город Питер. Ну, по-моему, приятно. Ребята, мы вас обнимаем крепко. Спасибо вам за такие лестные слова. За теплые слова. Приятно. И вот следующее сообщение, удивительное, которое я хочу зачитать. Удивительно адресовано оно Дену Свантосону. Я так понимаю, что он птицевед или птицевод в реальной жизни. Ну, просто потому что... Ну, вообще на птичек посматривает так по городам, когда есть. Ему здесь пишут привет от твоих любимых курочек. Ну, судя по всему, Ден птицевод. Ты меня сейчас сдал, жене прямо. Ну, посматривать это одно. Ты же посматриваешь, а потом, ах, жена. Любимых, да. Мне в бельдюшке нельзя, я жена. Кто эти курочки-то? Может, это жена и есть? Я же не знаю. Кстати, вполне возможно. Я надеюсь, что это они все-таки. 46-47, коротенький номер для СМС, квашек, свои, пробел. Дальше уже все ваши сообщения. Давайте вот что. Первый час, понятное дело, что много-много разговоров, и с вами, ребятки, есть о чем поболтать. Другое дело, что с песнями-то мы можем не успеть. Хотелось бы, чтобы всю программу сегодня сыграли. Тут народ не первый раз уже задает. Давай эту тему закроем. Ну, я имею в виду вопрос. Все-таки я этот зачитаю, а ты на него ответишь. Куда дели Моцарта из коллектива? Почему ушел? Ты хочешь об этом говорить? Нет, я скажу, потому что я привык на все отвечать. С Моцартом мы расстались. Это было обоюдное, абсолютно спокойное решение. По сути, оно касалось, конечно, всего коллектива, но принималось. Нами с ним вдвоем в самолете мы летели. И в Тамбове у нас был концерт. Мы возвращались в Санкт-Петербург. Концерт прошел не очень. Он прошел хорошо. Ну, был момент, который уже просто себя исчерпал. И мы тут вспоминали Киржакова про «Бил, бью и буду бить». Сергея Моцарта «Политика». Очень рок-н-ролльный. Слово «Бил, бью» немножко сами додумайте. И буду это делать. Потому что я рокер. Ну, рокер и рокер. Я считаю, что сейчас открывается новый период в группе. Тем более, когда Слава сам бросил бить. Бить. Зачем, собственно говоря, в коллективе тот, кто будет бить дальше. Да, и группа-то на этом уже, ну, столько шишек набила. Захотели музыкой заниматься? Захотели. Вот это умница. И жить захотели. Правда, Слав. И нести этот свет. Слав, мы с тобой знакомы. Слава Богу уже, ну, сколько лет-то, я сейчас не вспомню. Ну, не первый год. Ну, уж пять, по-моему, точно. Да, уж точно. И я помню разные периоды в твоем творчестве, в твоей жизни. Эти периоды не прошли мимо, естественно. Я сильно переживал были моменты, когда понимал, что Ангел Небес – группа, которая, надо как-то развиваться и продолжаться. А тут вот какие-то такие эпизоды возникают. Но я сейчас хочу просто тебе, честно сказать, по-мужски. Ты умница, ты большой молодец, что ты нашел в себе силы перестать бить. Потому что, знаешь, когда бьешь слишком много, как мне кажется, ты сам себе кости ломаешь в тех местах, в руках. Да, ну, мы сегодня уже говорили о рок-н-ролле, что в моем понятии рок-н-ролл. Я назвал слово «свобода». А с этими «бил, бью и буду бить» свободы у меня уже не было. Я тебя понимаю. И да, закончу быстренько. И следующую песню с удовольствием мы сыграем. И даже пусть это будет и для Сергея. Он внес огромный вклад Сергею Моцарту в группу. Он 7 лет был с нами рядом. Уйма аранжировок. И вообще мы желаем ему всего самого доброго. Я желаю ему мудрости, духовности, чтобы все у него получилось, все задумано. Мы тоже. Мы его очень любим. Присоединяюсь к этим словам твоим. И песенка такая для всех наших знакомых. И, кстати, отдельно, может быть, Семен, не почтите за наглость и для вас. Потому что когда-то вы этой песне дали новую жизнь. А, я понял, о чем речь. Как всегда, живой звук в программе «Живой». Да, подошли мы к 2012 году в нашей истории, к альбому «На крыло» и к песне «Другу». Ангел небес. Поехали. Что-то навело дружь столько лет уже прожил. И вроде не скучный был путь, и я лживый тоже. И вроде ты все ученик, а для многих учитель. И вроде вокруг тебя мир, но тебя тянет в пиетен. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно. Всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно. Всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Что-то обнял меня страх, а сколько осталось. Вчера еще жизнь мне дорогой безграйней касалась. Сегодня сидим у фонтана, кидаем монеты. Встречаем в припрыжку весну, да с улыбками лета. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно. Всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно. Всегда оставайся живым, всегда будь свободным. И все же пришла ко мне радость за то, что я сделал. И каждая грешная жалость теперь уже мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой. Голосами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, друзья, как бы не было сложно. Всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, друзья, как бы не было сложно. Всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно. Всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно. Всегда оставайся живым. Снова пришло время немножечко по музыкантам пройтись. Ну, это тоже бывает иногда важно. Я сейчас как-то прицеплюсь, скорее всего, к их никам, так сказать. Ну, а почему сова? Я предполагаю, что, скорее всего, потому что спит, вернее, живет ночью, а спит днем. Вероятнее всего так. Ну, иди, микрофон. Иди, давай, немножко болтаем с тобой на эту тему. Отсюда пошла эта кличка, да, сова? На самом деле, это, наверное, самое логичное объяснение всему этому прозвищу. Она привязалась ко мне еще в маленьком-маленьком возрасте. Вот у нас сова здесь в студии. И так до сих пор, правда, со мной по жизни лет 15 так и преследует меня. Ну, просто как говорят, что есть люди-жалонки, которые рано встают и рано влажают. Ну, да, да, скорее всего, соглашусь вот с этим мнением. Она мне больше всего нравится. Хорошо определились. Граф, ну, человек, да, статный, я сказал, такой заметный, но, скажем, титул графа, он ведь дается далеко не каждому, даже статному и заметному человеку. Так что, Сергей Галевский, басист коллектива «Граф» откуда? Почему граф? Да дело в том, что, во-первых, не я себе дал это прозвище, да. Ну, кто-то же подсмотрел. Ну, кто-то дал, я не знаю, ну, наверное, не знаю, за тягу к таким каким-то аристократическим манерам, может быть, не знаю. Иногда за педантичность просто и все. Ты педант. Ну, в каком-то смысле, может быть, не знаю. Вообще, басист должен быть педантом, как иначе, это же ритм-секция. Ну, да, да, наверное. Как без этого. Кто дал эту кличку-то? Ой, сначала ее дал мой старый товарищ, но вот потом ее подхватил. Слава, и однажды он просто так со сцены говорит «Граф Сергей Галевский». Ну, вот. И я, невзирая на свои аристократические манеры, сказал «Вот это да!» Я же еще раз суждался, наверное, с какой-то своей колокольней на место Моцарта, кто мог прийти только «Граф». Понятно. Определились. Спасибо тебе большое. Гав-гав. Теперь давайте к барабанчику, который пила. Но я бы понимал, если бы у гитариста была клипуха пила, он пилит за пилой делает. Барабанчик-то почему пила? Ну, в свое время, лет пять назад, я придумал, как бы, такой номер. Придумал, что на сцене нужно распилить огромный глобус. Двое человек держат огромную пилу, пилят этот огромный глобус. И потом оттуда вылезает кто-то. Кто-то? Ну, кто-то. Это кто это? Ну, по-разному. Вылезла девочка, значит, в одеяниях ангелочка, опилили мы с Гаркушей вдвоем в Олимпийском начартовой дюжине в 2011 году. А он придумал это, он как пристал, нужна огромная пила. Ну, знаешь, будешь пила. Вот, да. Замечательно. Вот это прозаично немножко, но, тем не менее, памятно, я так полагаю. Просто Александр, пила к чергину звучит, конечно, забавно. Особенно, если учитывать, что пила должна быть по металлу с такой фамилией. Как мне кажется. Да, ну, чтобы всерьез все было. Ну, вот единственного человека, я уже сам ему дал, видимо, случайно, это погоняло, птицевед или птицевод. У него как раз нету. У него нету. А почему нету? Как так получилось, что у тебя, ну, понятно, что Слава Никаноров, он имеет право не иметь никаких других ников, кроме как собственного. Почему у тебя никакого погоняло, как говорят? Наверное, просто не пережилось. Погоняло были, но... Какие? Ой, они вообще не такие. Чего такие? Пупсик? Ну, почему? Ну, я не помню, замечательно погоняло с синяк. Синяк. Это не связано, да, никак... А кто тебя знает? Это не связано никак с алкоголем, но было такое погоняло. Так. Вот. Какие? Даже не припомню, даже не припомню. Вот замечательно погоняло. Не знаю, можно назвать погоняло ему или нет. Это енот, вот девочка, наша поклонница из Екатеринбурга, дала мне такое прозвище. А почему? Ничего общего? Потому что мы поняли, что мы любим енотов. Я люблю енотов, она любит енотов. И она сказала, значит, я тебя буду называть енотом. Мне только что пришла в голову, ты прозвал его птицевод, а его же настоящая фамилия Синицем. Как в воду глядел. А вот пусть расскажет лучше, почему с Вантасом. Вот это правда интересно. Почему псевдоним-то такой? Хорошая. Почему с Вантасом? Ну да, он в принципе у меня уже достаточно давно. Но на самом деле это долгая романтичная история, не хочу ее пересказывать, потому что она, возможно, покажется нудной. Но все-таки «Стоки» это есть такая замечательная книга «Малыши Карлсон». Там как раз у малыша фамилия Свантосон. У меня просто свое время, кстати, да, по поводу прозвища Кичик, у меня была кличка «Малыш», вот это оттуда. Но это потому что невысокого роста. Да. В корень пошел, можно сказать, да. Извини. Ничего страшного. Ну, у нас так говорили, что маленький, да в корень пошел. Это уже... Ну, есть еще там, знаете, маленький, да удаленький. Да-да-да. Малклоп да вонючий есть такая. Извини, 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 это я сейчас не тебя вспомнил. Пушкин тоже был невысоким, между прочим, но гений. У Пушкина роста-то был всего ничего, там сколько-то, под метр шестьдесят, по-моему, маленький же был. А бабы любили как. О-о-о, что-то, сейчас высокий слава задумался. Ну, что, давай пить дальше. Не знаю, даже задумался я или нет, но послушал свою историю с удовольствием. Да, знаешь, очень тему сейчас будет сыграть следующую песню. Мы подошли к альбому 2013 года, который как раз презентовали вместе с тобой «Я играю в войну». Вот там есть композиция, да, сейчас мы представляли всю группу, а там есть песня, по сути, она отчасти тоже олицетворяет весь альбом. Называется она «Верный строй», она тоже с долгой и двойной историей. То есть она была мной написана, когда в ночь, когда у меня распался первый тульский состав. Я очень сильно переживал, этой ночью написал эту песню «Верный строй». Там три куплета, и поется в каждом куплете про одного из моих участников. Да, вот, собственно, как я их... Да, неуважение такое мощное. Да, а в Петербурге эта песня уже обрела совсем другой смысл. У нас образовался фан-клуб под названием «Верный строй», то есть она родилась как бы заново. Так что 2013 год, альбом «Я играю в войну» и композиция «Верный строй». Как всегда, живой звук в программе «Живые». «Ангел небес» здесь сегодня, поехали. Просто сказать, что ты гениален От веселия дней и пятна в голове Трудно идти, когда в спину ранен, да ищет того, кто нож прячет в себе Считает один, другого он круче Живет для того, чтобы его доказать Летает по небу на брошенной душу Пытается с неба на землю плевать И распался верный строй Я один, но я с тобой Пусть распался глупый строй Я один, но вы со мной Просто сказать, что вокруг одни сыни Трудно потом им в глаза посмотреть Неужели ты выбрал верную линию жизни В которой так хочется петь Сегодня туда, завтра тебя там Для этого сделана круглая земля Поэтому жизнь, как на улице драка Кто сильнее на это скажет Правда моя! И распался верный строй Я один, но я с тобой Пусть распался глупый строй Я один, а вы со мной Просто пойти вслед на поводу Сделать рожу умней Кивать головой Много мыслей не надо Пороть ерунду А трудно увидеть, если слепой Время пройдет О всем пожалеешь Ты слабый, ты можешь вернуться назад И я не такой Даже если не веришь, что меня вернутся Брошен в собак И распался верный строй Я один, но я с тобой Пусть распался дурь без строй Я один, но вы со мной ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И распался верный строй Я один, но я с тобой Пусть распался дурь без строй Я один Блуждаю по земле забытой Богом от людской души Развратной, воровской и лживой И верой только в миражи И пусть вам кажется, что я Так не похож на весь народ Я конфидент своей судьбы Я альтруиз И я... Я идиот Ну, чем всегда отличался слава Это очень... Слово, чтобы правильно поняли Театрализованным подходом То есть это не наигрыш Это микрофончик Не наигрыш Это реальное совершенно отношение К творчеству И абсолютно реальное Событие происходит прямо здесь Прямо сейчас Спасибо тебе за это большое И за искреннее спасибо И вам спасибо И за то, что ты такой открытый Значит, смотри, что пишет Илона Сатмари Рываи Угу, знакомая наша тоже, да Привет, ребята Спасибо, что привезли Питерский дождик Вопрос к гастролям И первому апреля Играли ли вы когда-нибудь В кавычках Зеленые концерты И вообще подшучиваете Делят друг над другом По жизни Удачи завтра в Саранске Ну, Зеленку знаешь, что такое? Не очень, да? Лучше, да Объясняю Ну, в театре Ну, и концерты есть такие В театре зеленый спектакль Скажем, это спектакль В котором актеры Вытворяют, что хотят Но когда уже спектакль идет Там, допустим 357 тысячный раз Или там 357 тысяч один Ну, все уже Все знают все наизусть Ну, сколько мы Актерам сами Становим Как-то скучно Неинтересно И начинаются какие-то такие вещи Ну, скажем Быстро расскажу одну историю Коротко Вот такая запоминающаяся история Когда идет военный спектакль На военную тему Там, естественно, все трагично Там, естественно, война И вот генерала Советской армии Ранят смертельно И его солдаты Несут его на палач-палатки Выносят его на холмик Ну, на сцене все это происходит Кладут, так сказать На травушку-муравушку Это бой А там фоном идет еще бой Пока еще Все разрывается Все бахает Вот И он говорит Пересмертью Водички Донской И спить Ну, и солдатик Метнулся к Дону И в каске Приносит ему Водички Донской Генерал пьет эту водичку И умирает Ну, и солдатики Снимают с себя Главные уборы Там идет Какая-то бравурная И такая достаточно Пафосная музыка Ну, генерал погиб Это был спектакль По счету Уже какой-то нереальный Советский театр Понятно, что Людям хочется Жизнь свободная Как ты говоришь А там же Это обязаловка Это же политкорректная история Надо играть Советскую Действительность Ну, и солдатик Естественно, после реплики Выпить мне Донской водицы Перед смертью Бежит за кулисы А там уже заготовленная Бутылочка водки Он наливает бутылочку водки Вместо водички туда И выносит обратно Значит, на сцену Подносит Донской водицы Генерал Ну, это, конечно Надо показывать Но я попытаюсь Это изобразить Генерал берет Эту каску в руки Подносит ее к лицу Нюхта у него Обонятельная Эта рефлексия есть Понимает Что здесь не водится Делает аккуратненько Чтобы не видели Со сцены зрителей И медленно Медленно Глоток за глотком На глазах у изумленных артистов Ах, зритель-то Взяли не понимает ничего У изумленных артистов Выпивают Пол-витра нормально Не останавливаясь Потом отрывает каску от губ Поднимает свои Просветленные глаза Солдатчику И говорит Еще Вот это называется Зеленый спектакль Когда артисты Позволяют себе на сцене Вытворять какие-то Неожиданные вещи Непонятные зрителю Но понятно Смешащие друг Дружку Вот были у вас Какие-нибудь такие концерты? Да чего У нас только не было У нас Были Зеленые концерты Но Их Слава богу Было немного Но в большей части Они Мы же Как всегда Открытые и честные люди В большей части Они касались Конечно Наших проблем Прошлых Надеемся Что Которые остались В прошлом Но Там Истории были такие Что зрители Не уходили Не плевались Не кидались Там пачками сигарет А как-то понимали Улыбались Вот Вот я бы это назвал Зелеными концертами Надеемся Что у нас их не так много В Саранске Его завтра Точно такого Зеленого Ни зеленого Ни синего Не будет Относимся мы К завтрашнему концерту Серьезно Единственное Что будет Конечно Побольше веселых песен В честь Дня Смеха А так Абсолютно серьезный настрой Да И мы завтра В День Смеха Начинаем переезд Тоже хохочем Хохочем Ну а как подколоть Друг друга Или может быть Поиграть с публикой У нас целая ночь Впереди до Саранска Так что Что-нибудь наверное придумаем Наподкалываетесь Славочка Дорогой Надо бы петь еще Просто потому что Очень хочется все успеть сегодня Что это будет Какой этап истории И какая песня А вот Давайте подойдем Семен А что у нас со временем Нормально все Я помню что две песни Тебе надо отбить В финальные А у тебя же еще Как минимум три Четыре даже Ну ладно Разберемся Сейчас мы сыграем песенку Давай Подошли мы К последнему альбому Который только что вышел Вот последний наш Электрический альбом До него был еще Пилигрим Акустика Это тоже интересная вещь Но послушайте уже на сайте Если успеем Что-то оттуда споем сегодня А хочется поговорить Конечно сейчас О последнем альбоме Который вышел только-только Вот ему буквально месяц Это подарок Спасибо Сразу же для своего радио Спасибо тебе Альбом называется Идет рока Том второй Его очень долго ждали Наши поклонники После выхода первой части Вот наконец-то мы выпустили Старались что-то сделать По аналогии с первой частью Примерно та же концепция Песни которые написаны мной И давно Еще в тульский период И уже совсем свежие Питерские Вот И есть и веселые Есть и очень серьезные Так что аналогии там Присутствует очень много А кто придумал эту картинку Прорывающихся сквозь А это же у нас все пила Пила У нас на первой части Была одна рука Которая из гитары И мы долго думали А что же Какую картинку сделать Для второй И вот как он с пилой придумал Он сказал простую вещь А давайте две руки Будут вылазить Ну то есть да Выползают две руки Которые разрывают струны Клево Нет это правда Но он действительно такой Где-то и на нерве А где-то и достаточно Спокойный и веселый Мы сыграем песенку Которую Ну вот сразу же Ее окрестили хитом Наши поклонники верные С большим удовольствием Ее сыграем Она олицетворяет нашу Жизнь последних трех лет Жизнь в поездах Зачастую в плацкартах РЖД что-то? Называется РЖД Да Ну я думаю Что такое название Должно дать вам Какой-то бонус От РЖД Надо бы наверное Обратиться К руководству Мы на бонусы не рассчитываем Ну на бонусы Особо не рассчитываем Но говоря о том Что завтра 1 апреля Она в принципе Достаточно такая И веселенькая Так что сейчас мы Сейчас мы про РЖД Все расскажем Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Англ Небес Поехали Вечерный рот И остановки По пути Разговоры Чтобы скрасить Эти дни От всех невзгод Мы забываемся Вином Леса, деревья Деревушки За окном Через стритам Ура! Угрюмый ресторан Там тушку хочется Излить Извечно нам Вернемся К вечеру Или к новому Утру Идти Не может друг Я друга Донесу Вся жизнь Летит Под бесконечным Проводом А мои взоры По российским Городам И вновь Несет Меня Закутавшись В снегах Моя железная Дорога В никуда Местами Хочется Предаться Тишине Но это чувство Снова Плещется В вене Вагон Плацкартный Это Вам не Бизнес Класс Здесь Кто не с нами Тот Обычно Против Нас Вторые Сутки Приближаются К концу И Где мы Едем Я давно Не Разберу Уже Уже Несет Несет Ведь не Закутавшись Некан Моя Железная Дорога В никуда На Вальсибирск Тольятти, Киров и Рязань Великий В Архангельск В Архангельск Ярославль И Саранц В Ульяновск Мурманск Оренбург Кув По Куркан Калининград Калининград Ростов Калуга Абакан Самара Вологда Там Мань Ханты Мань Сист Тюмень Саратов Кострома И Устури Владивосток Ижевск Судар Переповед Поселок Славный Барнаул Новокузнец Курск Севастополь Симферополь Волгоград Томск Вместе Сомском Краснодар И Салехард Псков Владимир Грозный Екатерин Вун Тула Москва Новомосков Санкт-Петербург Осторожно Двери закрываются Следующая остановка Улица Докукина Докунина Докукина Поехали Докунина 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 Моя Железная Дорога В Некуда Моя Железная Дорога В Некуда Докунина 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 — Было время, когда я думал, а можно ли спеть песню исключительно из названия «Городов». Оказывается, можно. Как ты это запомнил-то? Ну, текст песни, когда в ней есть микрофончик, когда в ней есть логика, там понятно. А тут перечисление «Городов». Попробуй запомнить порядок-то. — У меня уже почти получилось. Не буду скрывать, что здесь вот лежала подсказка. Но я уже очень редко... — Ай, браво. — У нас осталось 15 минут до конца эфира. До конца эфира здесь, на улице Сосинской. Далее на улице Докукина будет студия радиостанции «Своя радио». Оттуда будет программа «Живые выходить». Ты просил дать тебе понять, когда на две песни. Сейчас остается времени, ну, скажем, на две с половиной. — Ну, там такая вторая песня, что, поверь, на две остается. — А, хорошо. Хорошо. Тогда вот что. Наверное, нужно особо сейчас не уходить в разговоры, а петь дальше. Ну, просто потому что иначе мы можем не успеть. В общем, бы не хотелось, чтобы... — Ну, пока вроде укладываемся или поем. — Сколько они по времени, каждая из них, скажем, не помнишь? Ну, минуты по четыре, как обычно. — Одна, а другая мы там... — Короче. — Нет. — Длиннее. — Прямо она такая пищальная. — Вот видишь как. А третья? — Давай споем, правда, потому что есть песня, без которой, ну, не уйти. Ну, ну, ну что, хоть что-то не делай. Вот, давай ее споем, а потом... — Вот-вот, я к тому тебя и подталкивал. Спасибо, что ты меня понял. — Здесь не будем говорить о каких-то альбомах, к чему она привязана, к каким-то там годовым рамкам, временным. Это, собственно, песня, ну, с которой так сложилось, что мы по жизни с ней идем. — Ну, вот, благодаря различным эфирам и радиостанциям. Так получилось, что многие нас знают. Иногда только по этой петь был интересный случай. Мы играли концерт недавно в Кургане, месяц назад где-то. Вот. И стоим, значит, курим до концерта минут 15, уходит два мужика и говорят, пацаны, группа, группа вообще вот... — Да? Не было слышно ничего? — Нет, было слышно, но как будто бы издалека. — Да, играли концерт в Кургане. Немножко интересный случай перед этой песней. Вот, стоим, курим минут... — Сколько? Сколько минут? Серёж, ну, поднись нам, пока он рассказывает, попрось микрофон. Что-то Горьев говорит. А, всё, всё, вернули. — Минут 15 до начала концерта выходят два мужика. Вот, подходит, узнали меня, там, мы, по-моему, с Сашей стояли, с Кочергиной, вот. И, типа, пацаны, такая группа крутая, вот мы вас знаем, пусть и одну песню, ну, мы пришли, вот, потому что она у нас в плеере, вот мы по жизни с ней живем, то есть всё. Ну, долго рассказывали про эту песню и в конце сказали, ну, она же будет, эта песня. Ну, мы решили, примерно понимали, о чём идёт речь, ну, решили так прикольнуться и всё-таки спросить, а какая? Они сказали, ну, пуля, пуля будет сегодня. И это вот было вообще шикарно. — В общем, пуля, пуля. — В общем, пуля. — Да, на своём радио пуля сегодня будет точно. — Как всегда, живой звук. В программе «Живые ангелы небес» здесь сегодня. Погнали. Растуманили до звёзд, завертелись в облаках, Галышом да на мороз, Рваной грудью да на страх. После боя в тишину Без сознания на висках Странно, что идёшь ко дну Иль сползаешь на руках. Дайте мне один патрон, Дайте мне и пошли вон. Дайте мне один стакан, Где последние сто грамм. Дайте мне один патрон, Дайте мне и пошли вон. Дайте мне один стакан, Где последние сто грамм. Уходи без побед, Но сметали на душе. То ли глух, а то ли след, Громко всё и в темноте. Развернули полотно, Мир горой за храбрость ред. Тот, кому здесь всё равно Прошагает дальше всех. Дайте мне один патрон, Дайте мне и пошли вон. Дайте мне один стакан, Где последние сто грамм. Дайте мне один патрон, Дайте мне и пошли вон. Дайте мне один стакан, Где последние сто грамм. Упразднили буйных врат, Чтоб на смуту не вели. Трудно спрятать честный глаз, Смирно ходишь, помилив. Ста топтали по следам, А спасенье не нашлось. Всё здесь всё дано векам, Как обычно на войс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дайте мне один патрон, Дайте мне один патрон, Дайте мне один патрон. Дайте мне один патрон, Дайте мне один патрон. Он тут, пока в нём постулен Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Отношусь я к этому спокойно, но доля грусти присутствует Часто люди даже, вот были концерты, когда они подходят после концертов А вот эта последняя песня, это ваша песня что ли? Мы её слушаем там уже сколько лет, но мы даже не знали Мы-то зашли там пивка попить Мы не знали, что вы поёте Да, очень часто происходит Взгляде на вас мы не знали, что вы поёте В принципе Вот, так что да, часто так происходит Но вот, ну ничего Бьёмся, бьёмся И правильно, не останавливайся ни в коем случае Я тебе как-то уже говорил Отваливал комплимент, что название Ангел не без, само по себе безмерно Креативное И подход креативный к музыке И ответственный И ответственный В том числе тоже И мы любили вас и любим И относимся к вам с трепетом И считаем, что группа Вы одна из самых ярких на российской сцене Музыкальной И слава богу, что вы есть Продолжаете движение, не останавливаете Слава богу, что ты понимаешь Всю серьёзность положения И развиваешься, не стоишь на месте Спасибо, всё взаимно Славик, у нас пять минут осталось до конца Давайте мы сыграем песенку Да Мы можем её до конца доиграть И хочется до конца Если даже чуть-чуть там на минуту Да ничего страшного Мы очень хотели сыграть В любом случае Мы после неё уже уйдём из эфира Поэтому попрощаться нужно будет заранее Друзья мои, ещё раз хочу сообщить Что сегодняшний эфир программы «Живые» Был финальным в студии на улице Сосинской А теперь радиостанция переезжает Вот эти выходные Ну сегодня ночь Завтра, послезавтра, послепослезавтра Это вот все те дни Когда вся страна отдыхает А мы будем упахиваться Просто потому что надо всё это перевести Настроить, отладить Ну станция прерывать вещания не будет Только может быть вот чуть-чуть На некоторое время Пока сервер с улицы Сосинской Доберётся до улицы До Кукина На Ботеневском саду И включится там Ну как минимум Музыкальный автомат Что называется музыку Вы слушать будете и дальше Всё, мы на этом заканчиваем Эту часть истории Радиостанции здесь И начнём мы её в новом месте Спасибо большое группе Ангел небес За то, что помогли нам Эту историю пережить Да, скажу вам такой Небольшой секрет Открою, что я попрощаться успею А пока я скажу о песне Эта песня Финальная песня Сегодня слово финальное Мы используем Договорились Да, из нашего альбома Идёт рок А том 2, 2 И она, наверное, подводит черту Действительно, мне кажется Вот всего этого Десятилетнего периода Всего десятилетнего периода И я чувствую, что начнётся Новая жизнь Очень хотели мы вам её сыграть Называется она «Апрель» Завтра 1 апреля Сегодня последний день марта Поэтому Спасибо, ребят Спасибо, Слав Трогательно С большим удовольствием Мы её трогательно Чё поём Трогательно Всем пока До новых встреч Не говорю до когда Но до новых И ярких Уверен в этом Группа Ангел небес Завершает программу Здесь сегодня В студии своего радио Погнали Светлый ангел летел Что-то тихо шептал Где-то громко пропел Рассказал про судьбу Рассказал про мечту Про земные дары И небес красоту У него был с тобой Небольшой белый фраг И встречая людей Он был каждому рад Он дарил всем цветы Прижимался крылом Ну а каждый из нас Отворял ему дом Если мы не грустим Значит, не время грустить Значит, есть ещё то Ради чего хочется жить Если нужно страдать Значит, будем страдать Значит, будем терпеть Будем верить и ждать Когда станет светлей Когда станет легко Когда в наше окно Постучится тепло Если это апрель Значит, это весна Значит, с нами любовь И её до хрена На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на На сбой, холод, страх и тоску На подноги спили Расписную листву Он просил быть добрей Жить без войны, без лжи Не рассеивать зло Не искать миражи Быть друг другу теплей Если нужно простить В общем, он предлагал Просто радостно жить Если мы не грустим Значит, и время грустить Значит, есть еще то Ради чего хочется жить Если нужно страдать Значит, будем страдать Значит, будем терпеть Будем верить и ждать Когда станет светлее Когда станет легко Когда в наше окно Постучится тепло Если это обремя Значит, это без нас Значит, с нами любовь И ее закрыть На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на На бескрайнем море Если мы не грустим, значит не время грусти Значит есть еще дом, ради чего хочется жить Если нужно страдать, значит будем страдать Значит будем терпеть, будем верить и ждать Когда станет светлей, когда станет легко Как-то в наше окно постучится тепло Если это время, значит это весна Значит с нами любовь И я И я накрепла Да, да, да Да, да, да Спасибо большое всем, кто был с нами эти десять лет Кто-то поменьше, кто-то вообще только сегодня Вы нам очень-очень дороги все Мы вас очень сильно любим и ценим Спасибо Семену, Юле, всей команде своего радио За то, что они настоящие, за то, что они есть За то, что они не сдаются Дай Бог всем любви, здоровья, счастья Берегите друг друга Всегда ваш ангел небес Субтитры сделал DimaTorzok